Приветствую вас на чате, мне бы хотелось с того, что сказать, что ваша жизнь принадлежит вам, и что только вы вправе ею распорядаться. Если ваша бабочка не была к вам особо добра, если вы с твоей бабочкой не были особо близки, и если вы не чувствуете в себе желание уходить за ней, то об этом нужно крепко подумать. Понимаете, любые моменты, я имею ввиду, связанные с бытовыми проблемами, в принципе, можно решить. Я хочу сказать, что вы и работать сможете, и, в принципе, ухаживать за бабочкой тоже. То есть утром уходите, все необходимое ей оставляете, там, что-то еще делаете, что нужно, может быть, к файлчуна стоит сходить, чтобы какие-то, может быть, вот вы говорите, что она плохо видит, но сегодня она что-то видит, и если она что-то видит, значит это зрение можно улучшить. То есть, там, очки сильные, может быть, линзы, может быть, что-то еще, да вот, чтобы хоть чуть-чуть она могла тебя обслуживать, и так она могла бы день прожить. А вы вечером придете, и действительно, просто-напросто делаете. Но опять же, опять же, если вы всего этого не хотите, то не надо. Понимаете, действительно, вы говорите, вы спрашиваете нас, оценит ли бабочка то, что вы делаете, да, то есть, например, что вы уволитесь, что найдете другую работу, более спокойную. И правда заключается в том, на самом деле, что она не оценит этого. Правда заключается в том, что никто не оценит того, что вы делаете сами. И правда заключается в том, что вы не будете счастливы, если сделаете что-то против своей воли. Вам работа нравится, нравится, и если вы ее бросите, вам будет тяжело. И как бабочка в любом случае не сможет вам предложить чего-то такое, чтобы могло как-то компенсировать то, что вы больше не работаете на интересном для себя месте. И в любом случае вы будете чувствовать, что пожертвовали с собой. Кроме того, опять же, никто не вправе ограничивать вас в том, чтобы выставлять вам дискомфорт. Вы привыклищите жизнь одна, вам хорошо одной, а если с вами рядом будете человек, то, по сути, это вообще совсем другое. И если вы этого не хотите, если вы хотите быть одной, то, опять же, опять же, к этому нужно присутствовать. Ваше право бабочку не принимать. Никто вас не осудит и никто не доставит. Поэтому, если вы не хотите, и если вы чувствуете, что это не ваше, то лучше я об этом сказать прямо. Или, значит, следите к ней и крепко с ней поговорить. Скажите, если мы будем жить вместе, я хочу тебя знать. Я хочу знать все, что касается тебя. Я хочу знать все, что касается твоей жизни, твоих и твоей особенностей. Я хочу знать, на что я могу рассчитывать, а на что я не могу рассчитывать. Я хочу знать, что ты можешь, а чего ты не можешь. Я хочу знать специфику твоего заболевания. Я хочу понять, можешь ли ты мне помогать. И сможешь ли ты жить со мной так, чтобы я ради тебя не меняла свою жизнь, не уходила с работы, не уставала лишний раз и так далее. Это ваше право. Если вы почувствуете, что бабочка вам, например, врёт в ответ на этот ваш запрос, вы праве её не брать к себе. Это ваш выбор. Это ваше право. Не думаю, что вы обязаны это делать. Особенно, если вы с ней не были близки. Вопросы, по большому счёту, не психологические, а моральные. И я думаю, что здесь нужно прислушиваться к себе в вашей ситуации. Хочу сказать только то, что у вас вот эта вот готовность повертывать ради другого и желание, чтобы этот другой оценил вашу жертву, вот это является довольно тревожным знаком. Почему вы готовы вообще жертвовать ради кого-то? Для чего вам нужно, чтобы кто-то оценил вашу жертву? Если вы что-то делаете, вы делаете это для себя, не для других, а для себя. И тогда, неважно, оценят или нет, если вы делаете то, что считаете правильным, то главное Мерива, это вы. Рекомендую вам об этом подумать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо.